Ну вот, сегодня мы уже девятое отработали до обеда. Ну, рано, а уходим. Батюшка сказал, только к крещению готовился, к двенадцати должны быть в храме. Я вот хотел сказать, смотрите, вы слышали, кто рядом со мной был? Сколько звонков было? Непрерывно, не успею в карман положить. Даже четыре, наверное, больше. По лагерю? Роскомнадзор-то, вы знали у нас адреса, в те годы мы не давали, а нынче я отдал. И они всех сейчас пугают, там то, говорят, отнять детей, то что, кто рассказывает. Ну, не здесь, в другом месте где-то, одинаково все действуют. Сейчас любыми путями, чтобы в детских лагерях не была одна система подготовки к антихристу. Только и все, больше ничего тут нету. Вот мы сейчас, вот приехал наш малыш. Откуда? Подмосковье. Подмосковье. Тоже работал вместе. Вот видите, как сегодня, мы восемь человек прошли. Никиту куда-то можно тут двоих положить? Конечно, можно. Сережа, не бросай никого. Возьми. И вот звонят по детскому лагерю, дальше по храму, по бане, кого отправить, по расчетам, по всему. Возраст человека определяется его востребованностью. Если ты уже в 25-30 никому не нужен, уже все. Никиту тронуло четверостишее, которое я ему послал. Прочитай. И если четверть века позади, а ты еще не молод и не ярок... Не звонок. Не звонок. И не ярок. Еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. От тебя подарка и не жди. Четверть века позади. Все, уходим. Это я прочитал в комсомольской правде, когда был в армии. Так, второго ему сбоку где-то. Я пешком, я пешком пройду. Ну, давайте. Все, садимся. Это наше поле, драгоценное. Южный пруд.